Добрый день, друзья! Сегодня расскажу, что из себя представляет программирование робота RoboMaster от DJI. Программирование доступно на двух языках – Scratch и Python. Для тех, кто вообще не в теме, Scratch – это визуальный язык программирования и выглядит как последовательность визуальных блоков со своими настройками. Python же является серьезным языком и выглядит как простая текстовая программа. Возможности управлять роботом и программировать его доступны только из приложений DJI. которые написаны под Android, iOS и десктопные версии Mac и Windows. Если не считать багов, присущих отдельным платформам, то по функционалу приложения идентичны. В приложении первые два раздела соответствуют интерактивным режимам на одного и на два игрока, где телефон выступает в качестве джойстика. В интерактивном режиме возможности управления танком совмещены с возможностью запустить параллельно с этим программу с помощью вот этого кубика. Вот, видно, что программа начала что-то делать и завершилась. Если программа будет бесконечной, она будет бесконечно работать параллельно с интерактивным режимом. Если выйти из интерактивного режима, то можно зайти в раздел «Обучение». Это как раз то самое место, где пишется программа. «Создать новую программу». Ну и далее можно программировать, вытаскивая блоки. К примеру, попробуем установить цвет всех светодиодов на пульсацию малиновым цветом. «Режим». «Пульсация». Запустить программу можно прямо отсюда. Кнопкой «Запустить». Вот, видно, что программа запускается и сразу же останавливается. Ну, кстати, на танке видно, что светодиод кратковременно меняет свой цвет на малиновый. Завершается программа от того, что она состоит всего лишь из одного блока. Чтобы она не завершалась, нужно в конце добавить бесконечный цикл. Находится он в командах, блок «Всегда». Достаточно вставить этот блок в конец программы, и программа завершаться не будет. О том, что программа работает, говорит возможность красный квадратик ее остановить. Отладчик показывает, что сейчас вот жирненьким выделено, что мы зависли в блоке «Всегда». Ну, а на самом роботе видно, что на шасси заморгал фиолетовый светодиод. Можно также управлять светодиодами и на башне аналогичным способом. Теперь попробуем ту же самую программу запустить в интерактивном режиме. То есть, параллельно с возможностью управления джойстиком. Но перед этим, чтобы джойстик сохранял работоспособность в интерактивном режиме, необходимо вытащить еще блок «Включить ускорение шасси». Без этого блока в интерактивном режиме джойстик не работает. Также предлагаю добавить еще, чтобы светодиод мигал на башне, так как телефон на видео закрывает шасси, и все не очень хорошо видно. Для этого выбираем «Задать цвет светодиода стабилизатором». Башня называется стабилизатором, подвесом. По-английски в программах упоминается слово «гэмбл». «Задать цвет всех светодиодов подвесом». Тоже на малиновый. Подтвердить. Режим мигания пульсации. Подтвердить. Так, теперь программа готова к запуску в интерактивном режиме. Выходим из режима программирования. Он предлагает сохранить программу. Естественно, соглашает. Персонализированные действия. А вот установлено написали. Так, пробуем еще раз. И запускаем программу. О, теперь видно, что наша программа работает. О том, что она не завершается. Вот, говорит, присутствие возможности ее завершить вручную нажатием на этот крестик. Ну и пробуем, сохранились ли интерактивные функции параллельно с работой программы. Вот видно, что джойстик работает. Башни крутятся. Останавливаем программу и выходим из интерактивного режима. Ту же самую программу можно загрузить в сам танк для автономного выполнения. Для этого на программе, которую нужно загрузить в танк, необходимо нажать многоточие, автономная программа. Установлено. Это означает, что программа загрузилась в танк. И для ее запуска, для запуска автономных программ, необходимо нажать вот такую кнопку на боку танка. С двумя какими-то палочками. Это запуск автономной программы. Вот, жмем кнопку. Ну и видно, что светодиоды заморгали фиолетовым цветом. То есть программа выполняется. Для остановки, я так понимаю, нужно опять нажать эту кнопку. Ну да. Программа прекратила выполняться. Попробуем запустить программу параллельно с интерактивным режимом. И вместо того, чтобы запускать программу вот этой кнопкой, запускаем программу на самом танке. Так, и смотрим, как это работает. Да, действительно, они параллельно спокойно могут работать. Башни крутятся. Ну и наконец, пора подвести итоги. Программы, которые мы пишем в приложении DJI Robomaster, выполняются в большинстве случаев внутри самого приложения. То есть, именно само приложение, мобильное устройство, идет шаг за шагом. И отправляет одну за одной команды, если требуется какое-то действие от самого устройства. Если мобильное устройство подключено через роутер, то все эти команды проходят через роутер. От телефона на роутер, от роутера на Robomaster. Ну и наоборот. Если же мобильное устройство подключено к Robomaster напрямую через точку доступа, тогда происходит ровно то же самое, но минуя роутер. Естественно, получается огромное количество команд, идущих туда и обратно от Robomaster и к Robomaster. Однако, благодаря этому, по ходу исполнения программы, видно, какой сейчас блок исполняется. В принципе, это не очень нужная история, потому что исполняются блоки все-таки довольно быстро. И характер их исполнения выглядит как мгновенное пролетание или зависание в каком-то месте программы. Но, тем не менее, вот так все работает. Чтобы, наверное, избежать какой-то особой критики, разработчики Robomaster сделали возможность загружать также программу внутрь самого устройства и запускать ее по кнопке, которая находится вот тут на левой части, на левой части, да, блока, отвечающего за распознавание изображений. И, скорее всего, именно из этого следуют основные проблемы всей платформы. Дело в том, что получается, что набор команд, которые должна содержать программа, он весьма и весьма ограничен. То есть, эти команды, их должна быть способна выполнять, во-первых, сам контроллер робота, ну, во-вторых, телефон на мобильном устройстве. Поэтому, в общем-то, неудивительно, что это ограниченный набор команд. И он ограниченный во всех смыслах. Он ограниченный и если пишешь на Scratch, и если пишешь на Python. Вообще, тут такое дело, что между Scratch и Python нет фактически никакой разницы. То есть, Python не дает никаких преимуществ по сравнению с Scratch. Ну, а текущая его реализация имеет даже ряд серьезнейших недостатков. Без разницы, движок, который исполняет это, идет по блокам или выполняет команды Python. Про такие истории, как подключить к Python какую-нибудь библиотеку или использовать какие-нибудь свои наработки, можно вообще забыть. Для того, чтобы действительно появилась возможность полноценно программировать что-то на Python, получается, что на борту, вот в блоке исполнения, куда загружается в робота код, или в мобильном устройстве, должны стоять полноценные какие-то операционные системы. То есть, это должен быть, ну, как минимум, Linux, может быть, Windows. Естественно, ничего такого там, скорее всего, нет. А есть какой-нибудь простенький интерпретатор. Ну, а коли там нет полноценной операционной системы, то и про все библиотеки Python, в общем-то, можно забыть. Это делает Python совершенно бессмысленным. То есть, нет никакой разницы, вы используете блоки или пишете функции в Python, если нет каких-то дополнительных возможностей. Более того, редакторы Python в мобильных приложениях не работают в режиме редактирования. Редактировать код Python у меня получилось вообще только на Windows приложении. Однако, Windows приложение в силу своей недоработанности в моем случае не может подключиться к роботу. Ну и получается, что программирование на Python вообще лишено всякого смысла. То есть, я вынужден писать код на десктопном устройстве на Python. Никаких это дополнительных преимуществ по отношению с блоками не дает. Дает только недостатки в виде того, что у меня должна быть документация с названиями функций, названиями перечислений, названиями методов, которые, кстати, называются весьма непросто, а там километровые названия, которые запомнить не очень-то легко. Ну и потом каким-то образом передавать. В принципе, передавать можно, если зайти из-под одной учетной записи на разных устройствах, то можно передавать между устройствами через облако код. Возможность облака, она встроена в приложение. И, в принципе, это не что-то заоблачное. Передать можно. Это, естественно, влечет за собой ряд дополнительных каких-то действий. Но, в целом, можно на одном устройстве писать, на другое передавать для исполнения. В принципе, я так и пробовал, но это делает совершенно неудобным использование Python. Поэтому на данный момент заключение такое, что Python здесь заявлен исключительно для галочки. Смысла в нем никакого нет, никаких возможностей вы использовать не сможете. Ну и вообще, сама архитектура и сам подход всего происходящего, он говорит о том, что Python здесь никогда не станет чем-то действительно нужным. Вот как я себе представляю, было бы хорошо, это если бы на борту был действительно Linux, если бы можно было на Python написать, создать где-то в любом редакторе, не то что не обязательно, а даже очень нежелательно делать это в приложении DJI, сделать это где-нибудь в любимом приложении, в котором пишется код для Python. Если есть какие-то библиотечки, положить их рядом с этим исходником Python, ну и сделать какую-то флешку в роботе, копируешь туда этот файлик Python вместе с библиотеками, которые требуются, втыкаешь, ну и он начинает исполняться. Вот в таком исполнении это действительно была бы клевая вещь. Есть еще, правда, один подход. Вот этот обмен между устройством и телефоном, если код выполняется в телефоне, а в большинстве случаев так и есть, идет по протоколу UDP. Если бы протокол UDP, в принципе, был хорошо документирован, то получается, что по этому протоколу проходят отдельные команды, типа крутить колесом, крутить башней, включить светодиод. И тогда управлять роботом можно было бы вообще из любой среды программирования, просто посылая UDP-пакеты в сеть. Вот если задокументировать эту историю хорошо, то тогда, в принципе, отпадет вообще такая ненужная возможность, по сути, как исполнение какого-то кода на стороне робота. Ну, может быть, не отпадет, но, по крайней мере, появится очень хорошая возможность управления роботом. Вот. И вообще, я бы сделал у робота несколько интерфейсов управления. Один вот по UDP, второй желательно, очень желательно по TCP или HTTP, по HTTP еще желательно. Потому что по HTTP вообще можно было бы сделать так, что вот сам робот из себя представляет веб-страницу, что ты на нее заходишь и просто там перечислен список каких-то урлов, адресов, на которые можно обращаться, слать какие-то данные, и робот будет делать какие-то вещи. Это прям было бы понятно, здорово, ясно. Еще хотелось бы такого же протокола по, например, UART-компорту. Дело в том, что вот в самом контроллере, например, есть UART, но из программы к нему никакого доступа нет. Может быть, когда-то и сделают. Если сделают, это вообще будет здорово. Особенно, если сделают возможность двунаправленного обмена, то есть и получать какие-то команды, и обрабатывать их в программах, и отправлять. Но сейчас никакого доступа нет, и никакой возможности вообще вести какую-то коммуникацию с роботом просто нет. Ну и того, долго довольно проговорили. Итого сделаю заключение. В данный момент возможности программирования весьма скудны. Они ограничиваются списком команд, которые доступны в приложении DJI. Ничего сверху того вы использовать не можете. Никакие библиотеки и ничего прочего. Список событий. Вообще, события, которые в программе, на которые можно реагировать и обрабатывать. Это, наверное, тема отдельного видео. Но их там очень мало. Там хлопок в ладоши, распознавание карточки какой-то, удар по датчику. По большому счету и все. Вот все события, на которые он может реагировать. Список вот этих событий, он критически недостаточен для того, чтобы что-то делать. Никаких внешних воздействий робот принимать не может. По крайней мере, все функции, все протоколы UDP, по которым идет общение, они все недокументированы. И их весьма трудно реверс инженерить. То есть записывать как-то и пытаться разобраться. Протоколы, по которым контроллер обменивается с двигателями со своими. А это там CAN и MBUS. Ну, почему это важно? Потому что, когда ты видишь, что разработчики не сделали возможностей нормальных по программированию, ты думаешь, что, может быть, заменить его внутренний контроллер каким-то своим, например, Raspberry Pi и уже использовать там нормальные возможности по программированию. Но вот эти вот интерфейсы, по которым идет взаимодействие с двигателями, они также точно не описаны. Это MBUS. Известно, что по нему идет общение с двигателями колес. и CAN, по нему идет общение с датчиками. Ну, вот они также не описаны. Также их нужно с осциллографом как-то исследовать, чтобы понять, что там происходит. Люди этим занимаются, но это весьма сложные истории. Поэтому получается, что это такая замкнутая игрушка сама в себе. Какими-то командами там можно поиграться, но их мало. С помощью них, в общем-то, толком ничего нельзя сделать. Ну, так, исключительно детям на поиграться. Но все-таки немножко поиграться здесь можно. И, наверное, будет еще несколько видео, на которых мы все-таки покажем, как можно с детьми с помощью этой игрушки немного поиграть. Всем пока!